В эфире информационно-музыкальная программа радио Карачаева Черкесии, Республика. Доброе утро, уважаемые радиослушатели! На календаре среда 1 февраля в студии Мадина Жужуева. И я рада приветствовать всех, кто это утро встречает вместе с нами. И по традиции, коротко о знаменательных датах и событиях, обозначенных в историческом календаре. Итак, сегодня день работника лифтового хозяйства в России и всемирный день хиджаба. Что касается знаменательных дат и событий, то в такой же день в 1818 году опубликованы первые 8 томов истории государства российского. В 1923 году открылась первая в СССР сперегательная касса. В 1931 году открылась центральная фабрика «Союз кино», ныне Мосфильм. В 1949 году приступили к разработке нового генерального плана реконструкции Москвы. В 2019 году на Камчатке запущен первый мусороперерабатывающий завод. В этот день в разные годы родились такие известные люди, как советский российский эстрадный певец, педагог, народный артист РСФСР Лев Лещенко и советский писатель и публицист Евгений Замятин. Далее нашу программу продолжит музыка. Не переключайтесь. Просто февраль, холодно, воет в ночи метель напополам, Разорваны сердце, дыхание, день. Как же к тебе хочется, да занесло пути, Вот оно одиночество, вот он февраль, прости. Вот оно одиночество, вот он февраль, прости. Грею с теплом нежности Наших с тобою встреч, Чтоб для твоей верности Искру любви зверечь. Как же к тебе хочется, да занесло пути, Вот оно одиночество, вот он февраль, прости. Как же к тебе хочется, да занесло пути, Вот оно одиночество, вот он февраль, прости. Просто февраль, холодно, воет в ночи метель напополам, Разорваны сердце, дыхание, день. Как же к тебе хочется, да занесло пути, Вот оно одиночество, вот он февраль, прости. Время течёт медленно, на руку злой в судьбе. Просто февраль, ветрено, просто хочу к тебе. Просто февраль, ветрено, просто хочу к тебе. Продолжаем эфир регионального радио. Сегодня среда, 1 февраля, у микрофона Мадина Жужуева. Здесь всё начинается от рождения до вступления в брак и не только. Как известно, браки заключаются на небесах при помощи работников органов ЗАГС. В век информатизации ЗАГС тоже шагнул в эру электронного документа оборота. Начиная с 2017 года в стране стартовал масштабный проект по созданию единого государственного реестра. О том, как это работает, рассказывает наш корреспондент Альбина Ухтова. Свою историю органы ЗАГС в нашей стране начали с 1917 года. И вот уже 105 лет являются хранителями истории каждого человека, а, соответственно, и всей страны. И, как говорит начальник управления записи актов гражданского состояния Елизавета Семёнова, люди думают, что работа органов ЗАГС связана только с праздниками, то есть регистрация брака и рождение детей. Действительно, наша работа у многих людей ассоциируется с постоянным праздником, только с торжественными регистрациями брака и с рождением новорожденных. Но на самом деле наши будни, они гораздо прозаичны. В отношении наших граждан в отделах ЗАГС регистрируют актовые записи семи видов. Помимо регистрации брака и рождения, это и расторжение браков, перемена имени, это установление отцовства, это усыновление удочерения и, конечно же, регистрация смерти. Поэтому наши будни намного прозаичнее. Это вся работа, которая проводится с гражданами. Помимо этого, по федеральному закону чётко очерчен круг пользователей нашей информации. И мы взаимодействуем с очень многими учреждениями в экономии исполнительной власти. Это какие-то статистические цифры. Мы тесно работаем с Минздравом, Минтрудом, все структурные подразделения МВД, прокуратура и так далее. И это достаточно большой пласт работы, которую мы выполняем. С 2017 года все данные хранятся в едином реестре населения России. А значит, жители региона, вне зависимости от места рождения, смогут получить все необходимые запросы от органов ЗАГС, не покидая территорию республики, причём в самые кратчайшие сроки, говорит начальник управления ЗАГС по Крачаево-Черкесской республике Елизавета Семёнова. Наша работа, она идёт в ногу со временем, это неизбежно. Поэтому внедряются суперсервисы, онлайн формат работы. Сегодня граждане могут через госуслуги податься, не приходя в отдел ЗАГС, подать заявление на, грубо говоря, заключение брака, на выбранную имя, дату. Также могут осуществлять другие формы взаимодействия, которые мы работаем по другим видам актовых записей. Плюс сегодня стало проще гораздо, если есть приложение, посмотреть или запросить какой-либо документ, проверить его правильность, не только в отношении себя, но и в отношении семьи. Плюс возможность оплаты онлайн, это тоже достаточно удобно. У нас управление, вот отделы ЗАГС, они работают с первичкой и делают актовые записи в отношении граждан. А постелированием документов занимается только управление. И вот здесь нам зачастую очень удобно, потому что они госпошлину оплачивают за все виды актовых записей. Но за постель в частности они оплачивают. Поэтому очень удобно пользоваться онлайн оплатой. Ну и абсолютно все остальное тоже, что сообразно развитие. То, что требует время, мы обязательно это все для удобства граждан, конечно, внедряем и используем. Сегодня запускаем новый суперсервис. У нас уже есть случаи зарегистрированных, это рождение. Когда они, не приходя в наше учреждение, могут получить документы о рождении. Мы знаем с вами, что свидетельство о рождении является первым документом каждого гражданина нашей страны. И уже, соответственно, этого документа выдаются и НН, и СНИЛС в пенсионном фонде. То есть автоматически ребенок становится на регистрацию во всех органах. Поэтому очень важным является документ о рождении. И мы его, собственно говоря, в разных видах можем выдать. И помимо этого, мы еще в этом году уже открыли рабочее место в роддоме. Это такой у нас удаленный работник ЗАГСа, который осуществляет все на месте. Пока мамочки выписываются, в течение трех дней эти документы готовы, и они забирают их с собой. Семья и брак – ценности, которые для многих жителей Карачаева-Черкесии уходят в прошлое. Об этом печальном факте свидетельствуют данные статистики. Но, как отметила Елизавета Семенова, сегодня наметилась положительная тенденция, увеличилось количество заключенных браков. В период пандемии был такой период чуть застоя, когда все, собственно говоря, были ограничены возможностями. Но на сегодняшний день ситуация выровнялась. У нас очень увеличилось количество браков на сегодняшний день. Ну и по разводам тоже цифра чуть выросла. Поэтому как-то они идут чуть в ногу. Помимо всей той работы, которую мы делаем, у нас практикуются, конечно же, торжественные регистрации. К нам часто обращаются внуки, дети, граждан, просят чествовать юбиляров в торжественной обстановке, с приглашением гостей. Конечно, мы идем на встречу. И нам очень приятно и отрадно, когда мы чествуем юбиляров 50-летней совместной жизни. Выше у нас были юбиляры в этом году. Мы зарегистрировали около 50 пар юбиляров от 35 до 60 лет жизни совместной. И для нас это фактор тоже очень приятный. Мы рады видеть этих людей в добром здравии и делаем это с удовольствием. Ежегодно органы ЗАГС ведут статистику и учет новорожденных. И, как отметила Елизавета Семенова, прошедший 2022 год подарил республике много новых жителей. 4148 детей у нас рождены. Я думаю, что статистика прошлого года будет побита. И из них 1977 девочек и 2173 мальчика. И что особенно приятно, что помимо девочек-мальчиков у нас еще есть 69 пар двойняшек и близнецов. Тройняшек в этом году не было, в прошлом году были. ЗАГС – это компетентный орган власти, уполномоченный регистрировать акты гражданских отношений и состояний, что отражено в его названии. В других странах нет органов ЗАГС. Но не надо винить административный аппарат Российской Федерации в расточительстве. Такого населения на столь огромной территории нет больше нигде в мире. И для учета просто необходим специальный орган. ЗАГС – это компетентный орган. ЗАГС – это компетентный орган. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Тorzok Продолжаем информационно-музыкальную программу «Республика». В России с 1 октября 2023 года будет введен единый нотариальный тариф. Закон принят Госдумой и будет состоять из двух частей – федеральной и региональной. Федеральная часть – аналог существующей сегодня государственной пошлины. Региональный тариф будет рассчитываться для каждого субъекта России в отдельности по экономически обоснованной формуле. Новые нормы закрепляют обязанности нотариуса при совершении любого нотариального действия. Нотариус должен будет провести правовой анализ документов и их проектов. В обязательную часть нотариального действия войдут регистрации совершенных действий в единой информационной системе нотариата, обеспечение хранения документов или депонированного имущества, включая денежные суммы и другие. Закон вступает в силу с 1 октября этого года, напомнила главный специалист-эксперт отдела по вопросам адвокатуры нотариата государственной регистрации актов гражданского состояния управления Минюста по Карачао-Черкесии Елена Севицкая. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В своем выступлении я хочу обозначить некоторые новости из деятельности Министерства юстиции РФ. Как обозначено в законодательстве, Минюст России – это федеральный орган пунктной власти, который осуществляет функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере юстиции. Минюст России решает задачи в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина, выработки и реализации государственной политики в установленных сферах деятельности, нормативно-правовое регулирование и применение в установленных сферах деятельности. Это и обеспечение единственного правового пространства, это и деятельность в сфере некоммерческих организаций, два которых натряд бесплатная юридическая помощь, государственная регистрация актов гражданского состояния, деятельность уголовно-избунительной системы, деятельность по исполнению судебных и иных актов. И вот в этой связи для граждан Республики мы выбрали следующие новостные моменты. Первое касается формирования стоимости оказания нотариальных услуг. Так, с 1 октября 2023 года в России вступает в силу федеральный закон о внесении изменений в основы законодательства Российской Федерации о нотариате. Документы уточняют нормы, регламентирующие порядок оплаты нотариальных действий. В частности, устанавливается прозрачная и регулируемая процедура установления тарифов на услуги нотариусов. В настоящее время нотариусы, которые занимаются частной практикой, кроме государственной пошлины, взимают плату за оказание услуг правового и технического характера. Пределы стоимости таких услуг ежегодно утверждаются в Федеральной Нотариальной Палате без участия в Индюстрии России. После вступления в силу указанного закона за совершение нотариальных действий нотариус будет взимать единый нотариальный тариф. Он будет состоять из федерального тарифа и регионального тарифа. Федеральный тариф будет взиматься в размере, который соответствует размеру государственной пошлины и с учетом особенностей, которые установлены законодательством о налогах и сборах. Размер регионального тарифа будет привязан к величине прожиточного минимума в регионе. Формула расчета экономически обоснованного предельного размера регионального тарифа и применяемые к региональным тарифам льготы будут разрабатываться в Федеральной Нотариальной Палате и утверждаться уже теперь Минюстом России. Кроме того, в соответствии с утвержденной Минюстом России формулой расчета, Федеральная Нотариальная Палата начнет ежегодно устанавливать предельные размеры региональных тарифов для каждого субъекта. Мы полагаем, что нововведения обеспечат гарантию реализации прав граждан на достойную юридическую помощь, а также позволят снизить стоимость нотариальных услуг. Кроме того, Министерство юстиции РФ в 10 регионах запустило информационную систему «Правовая помощь», которая станет единой цифровой платформой для оказания бесплатной юридической помощи и правового просвещения. Отмечается, что система создана Минюстом России при участии Министерства внутренних дел России, Минцифры России, а также органов исполнительной власти регионов. Сегодня она действует в республике Татарстан, Краснодарском крае, Кимеровской, Иркутской, Курской, Московской, Ростовской, Смоленской, Тамбовской и Ульяновской областях. Следующая информация является запуск в экспериментальном режиме в 10 субъектах Российской Федерации информационной системы «Правовая помощь». Данная информационная система создана Минюстом России при участии МВД России, Минцифры России, а также органов исполнительной власти региона. Данная система начала экспериментальную работу в республике Татарстан, Краснодарском крае, Кемеровской, Иркутской, Курской, Московской, Ростовской, Смоленской, Тамбовской и Ульяновской областях. Данная система станет единой цифровой платформой для качественного, своевременного оказания бесплатной юридической помощи и правового просвещения. Целью указанной системы является значительное увеличение количества граждан, реализующих свое право на получение квалифицированной, гарантированной бесплатной юридической помощи. Одним из основ компонентов платформы станет единый портал правового просвещения и бесплатной юридической помощи в праве.рф, работающий во взаимодействии с единым порталом государственных услуг и другими информационными системами. Порталом сможет воспользоваться любой гражданин для получения актуальной правовой информации. Полнота информации будет достигаться постоянно за счет обновления нормативной правовой базы, предоставления шаблонов документов, информационных статей, ответов на часто задаваемые вопросы, а также наличия удобной навигации. Кроме того, те, кто имеют право на получение бесплатной юридической помощи, смогут связаться с юристами и получить консультацию в том числе дистанционно. В 2023 году планируется законодательно закрепить создание федеральной государственной информационной системы правовой помощи и масштабировать систему на все регионы Российской Федерации, что позволит обеспечить граждан бесплатной юридической помощи во всех уголках нашей страны. В 2023 году планируется законодательно закрепить создание информационной системы правовая помощь и масштабировать систему на все регионы Российской Федерации, что позволит обеспечить граждан бесплатной юридической помощи во всех уголках нашей страны. Порталом сможет воспользоваться любой гражданин для получения актуальной правовой информации. Напомним, что сегодня в Карачево-Черкесии жители региона могут получить бесплатную юридическую помощь в Государственном юридическом бюро. Малоимущие граждане, инвалиды 1-2 группы, ветераны Великой Отечественной войны, герои социалистического труда и России, дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, беременные женщины, женщины, имеющие детей в возрасте до 3 лет и другие могут обратиться за правовой помощью в Государственное юридическое бюро, сообщила Елена Севицкая. Останавливаясь на теме оказания бесплатной юридической помощи, опять-таки Минюст России готовит поправки в закон о бесплатной юридической помощи. На сегодняшний день в законе перечислено порядка 16 случаев, когда специалисты могут провести консультацию в рамках оказания бесплатной юридической помощи. Это в основном вопросы социально-бытовой тематики, получения выплат, услуги ЖКХ. Сейчас конструкция закона предполагает соблюдение двух условий, при которых гражданин в праве обратиться за получением бесплатной юридической помощи. Это принадлежение гражданина к определенной категории и возникновение у него жизненной ситуации, с которой связывается право на получение помощи. Внесение изменений, которые сейчас отрабатывают с Минюстом России, фактически не будет ограничивать ситуации, при которой гражданин сможет обратиться за получением бесплатной юридической помощи. Напомню, что бесплатная юридическая помощь оказывается в рамках государственной и негосударственной системы. Что касается государственной системы в Карачаево-Черкейской республике, то она представлена органами исполнительной власти республики, а также республиканским казенным учреждением Государственное юридическое бюро. В прошлом 2022 году более полутора тысяч человек получили бесплатную юридическую помощь от сотрудников бюро. И далее информация касается системы пробации. Это новое направление в Российской Федерации. И Государственная Дума Федерального Сомправления Российской Федерации уже в третьем чтении приняла закон о пробации в Российской Федерации. Он тоже разработан был в Минюстом России совместно с заинтересованными органами государственной власти, представителями правозащитных организаций и научного сообщества. Система пробации предполагает ресоциализацию, социальную адаптацию осужденных, а также включает в себя меры поддержки граждан как на этапе отбывания наказания, так и после освобождения. Подход к осужденным и освободившимся будет в корне изменен. В частности, будет усилено значение адаптационных механизмов показания помощи и поддержки. Так, осужденным, выходящим на свободу, будет оказано содействие в трудоустройстве, получение образования, медицинской помощи, пенсионного обеспечения и социальных услуг. Субъектами пробации станут региональные органы исполнительной власти, центры занятости, службы и учреждения социального и медицинского обслуживания регионов. Организация мероприятий пробации будет возложена на уголовно-исполнительные инспекции территориальных органов СИН России. Предполагается, что они будут взаимодействовать с субъектами пробации и выполнять координационную роль в организации предоставления заблаговременной помощи гражданам. Кроме того, в этой системе будут задействованы организации коммерческого и некоммерческого сектора, общественные наблюдательные комиссии, навровольцы и волонтеры. Эффективность пробации будет оцениваться по уровню снижения рецидивной преступности. Бесплатное юридическое бюро расположено по адресу город Черкесск, улица Красноармейская, дом 33. Бесплатное юридическое бюро расположено по адресу город Черкесск, улица Красноармейская, дом 33. И все изменить. Но и я смотрю в твои глаза, в пустые зеркала, ищу в них отражения. Я знаю, что любовь давно ушла, и в мире истекла, ищу в любви спасенья. Медленно часы разрезают ночь, утром не придет сердцу не помочь. Каждый новый день оставляет тень от нашей любви. Не хватает слов, не хватает нот, рассказать тебе то, чем поет. Тонкая струна, рваная душа, ты просто поверь, что и я смотрю в твои глаза, в пустые зеркала. Ищу в них отражения, знаю, что любовь давно ушла, и в мире истекла, ищу в любви спасенья. Слышишь? Какие опасности таит в себе контрафакт, и как их избежать? В этом разбиралась моя коллега Руфина Ковалева вместе с пресс-секретарем управления Роспотребнадзора Еленой Покровской. Выбрать лучшую незамерзайку – дело непростое и требует некоторых теоретических знаний. Глядя на все то разнообразие, которое предлагают нам магазины, можно легко запутаться как в брендах, которые выпускают жидкость, так и в самом составе. О том, как выбрать зимний омыватель стекол и на что следует обратить внимание в первую очередь, мы попросили рассказать пресс-секретаря управления Роспотребнадзора по Карачаево-Черкесии Елену Покровскую. В связи с приближением сезона устойчиво-отрицательных температур воздуха, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека рекомендует автомобилистам внимательно отнестись к выбору стекломывающей жидкости. Большинство зимних стекломывающих жидкостей изготавливают из растворов спиртов с водой, с добавлением моющих средств, то есть поверхностно-активных веществ, ароматизаторов, красителей. В современных стекломывающих жидкостях используют изопропиловый спирт, пропилингликоли и этиленгликоли. Изопропиловый спирт разрешен к использованию при производстве стекломывающих жидкостей. Он имеет неприятный резкий запах, напоминающий ацетон, который трудно перебить даже концентрированными одушками. Однако этот спирт не токсичен для человека. Необходимо отметить, что стекломывающие жидкости на спиртовой основе содержат непищевые спирты и непригодны для пищевых целей. Нелегальные производители используют в стеклоочистителях метиловый спирт. Метиловый спирт обладает слабым запахом, неотличимым от этилового пищевого спирта. Он дешев и хорошо очищает стекла. Однако метиловый спирт, метанол, сильный кумулятивный яд, обладающий направленным действием на нервную и сосудистую системы, зрительные нервы, сетчатку глаз. Метиловый спирт может вызывать острое отравление со смертельным исходом при ингаляции, абсорбции через неповрежденную кожу, заглатывании, раздражать слизистые оболочки верхних дыхательных путей глаз. Повторное длительное воздействие метанола вызывает головокружение, боли в области сердца и печени, приводит к неврастении, к вегетососудистой дистонии, к ухудшению зрения, заболеваниям органов желудочно-кишечного тракта, верхних дыхательных путей, к дерматитам. При приеме внутрь смертельная доза метанола для человека равна 30 граммам. Но тяжелое отравление, сопровождающее слепотой, может быть вызвано 5 или даже 10 граммами вещества. Понять, что вам пытаются продать, не слишком качественную, не замерзающую жидкость, можно по таким признакам. Низкая цена. Стоимость метанола в 2,5 раза ниже, чем жидкость с этанолом. В результате недобросовестные продавцы привлекают внимание клиентов с заниженными ценами. Запах. Метанол не пахнет, так что отсутствие резкого запаха явный признак контрафакта. Слишком низкая температура замерзания при доступной цене. Метанол начинает кристаллизоваться при более низком температурном режиме, так что это является также причиной того, что многие производители добавляют его в свой состав. Ежегодно в Российской Федерации регистрируется порядка 1200 острых отравлений метанолом, из которых более 80 заканчиваются летальным исходом. Подстановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации запрещено использование метилового спирта в средствах по уходу за автотранспортом. Запрещена продажа населения указанных средств, содержащих метанол. Поэтому, как я уже отметила, только в нелегальных стеклоомывающих жидкостях может содержаться метанол. Стеклоомывающую жидкость следует приобретать только в установленных местах торговли. При покупке стеклоомывающей жидкости следует обратить внимание на информацию на потребительской таре, вынесенную на этикетку, которая должна содержать сведения о производителе с указанием адреса, название продукции, ее назначение, состав, соответствие техническим условиям, по которым продукция изготовлена, сроки годности и меры предосторожности. Ситуация по обороту в розничной торговле стеклоомывающих жидкостей остается на постоянном контроле Роспотребнадзора. Выбирая для себя зимнюю жидкость стеклоомывателя, необходимо особое внимание обратить на упаковку. Она должна быть герметичной. В среднем стоимость неплохих незамерзаяк находится в диапазоне 250-350 рублей. В составе не должно быть метанола. Запах качественной незамерзайки достаточно резкий и неприятный. Если аромат спирта отсутствует, значит в веществе нет нужных элементов. Качество незамерзайки, а значит и чистота вашего лобового стекла напрямую влияет на дорожную безопасность. Радио России. Карачаево-Черкесия. Погода. По сообщению синоптиков Республиканского гидрометицентра, сегодня по Карачаево-Черкесии ожидается переменная облачность. В нем в горах местами небольшие осадки. Дождь, мокрый снег и снег. Ветер южной четверти 5-10 метров в секунду. Температура воздуха от 2 до 7 градусов тепла. Утро на дорогах гололетится. В горах местами минус 3, плюс 2 и выше 2,5 тысячи метров сохраняется лавина опасность. В Черкесске без существенных осадков. Ветер южной четверти 5-10 метров в секунду. Столбик термометра поднимется до отметки плюс 5. На этом информационно-музыкальная программа Радио Карачаево-Черкесии. Республика подошла к концу. Над выпуском работали корреспонденты службы информации. Звукорежиссер и оператор монтажа Мурат Аджиев. В студии работала Мадина Жужуева. Мы прощаемся с вами и желаем всем хорошего дня. И до скорых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова